Ребята, всем привет! Сегодня я расскажу вам шокирующие новости о Лорен. Этот огромный скандал еще не спешит заканчиваться. Под влияние Стеллы попала Лорен, которая рассказала, что Стелла уговорила и заставила ее попробовать покурить траву. После этого Лорен стало очень плохо, а Стелла нагло смеялась над бедной Лорен и сняла ее на видео. Всем привет! Я Лорен из канала Леди Диана, и сегодня я хочу вам рассказать про бывших участников нашего канала Стелла и Марио. Эти два прекрасных человека на эфире им задали вопрос Эрнесту. Эрнест, употреблял ли ты что-то из запрещенных веществ? Нет, не было. Но это все, ребята, галимое вранье. Почему? Когда мы ехали в Испанию, я выехала с Украины, точнее, нет, я была еще в Украине, во Львове. Мне нужно было найти место, где переночевать, чтобы на следующий день уехать со всеми ребятами уже в Испанию. У меня не было никакого другого выбора, кроме как Вики, потому что ее бабушка живет во Львове. Я приехала, на тот момент она встречалась с Заком, с Яриком, и у них была трава. Они меня уговаривали ее покурить, уговаривали, уговаривали, говорят, да ничего с тобой не будет, все будет хорошо, все будет прекрасно. Думаю, ну, хорошо. Я попробовала, до этого я никогда не употребляла и больше не буду. Я попробовала, и мне стало очень плохо, мне стало некомфортно, я не могла найти себе места, со мной рядом практически никто не был. Я постоянно была одна, с меня угорали, и я не знала, что мне делать. После этого Вика записывала это на видео. Потом Зак с Викой расстался, и все у них было хорошо. Зак стал нормальным человеком, он бросил траву, все с ним сейчас прекрасно. Через некоторое время между ними произошла ссора. Лорен не захотела так делать, как хотела Стелла. Итоги Стелла показала видео с Лорен всей Академией. Моя подруга Тая, мы жили на третьем этаже, а она, Настя и Зак жили на втором этаже в одной комнате. Они хотели поменяться со мной с Миланой, чтобы я и Милану спали с Настей. А Вика, этот, Ярик отдельно. На что я ей сказала, что я не буду жертвовать своим удобством ради твоим. Она говорит, ну, если не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Пошла и показала видео, где я обкурена всем участникам дома, при том, что я просила ее этого не делать. После этого была неоднократная ситуация, что она тоже курила траву. Кроме этого, что Стелла навязала курить траву за год, так еще и Лорен. Также Шон рассказала, что Стелла всех била и угрожала пернуть ножом. Ну, и об этом вам всем уже рассказал Тимур. Ребята, всем привет. Я Шон с Леди Дианой. Вы меня все прекрасно знаете. В данный момент у нас происходит такая ситуация, что Вика Шеремет пытается раскрутить свой аккаунт Инстаграм благодаря тому, что рассказывает, как все плохо, какое плохое обращение к актерам на канале Леди Диана. Это на самом деле все вранье, ложь и провокация. Тут отношение к актерам прекраснейшее. Всегда деньги выплачиваются вовремя. Да, есть это понимание, бывают различные конфликты, но мы же все люди. Нет идеальных людей. Всегда бывают ссоры из-за каких-то странных поступков. В основном это была Вика Шеремет. Были случаи, которые доказывают, что у Вики Шеремет с головой не все в порядке. Про которые я сейчас вам буду рассказывать. Первый случай был, когда мы только все съемочные группы приехали в Испанию. Она встречалась с Заком в реальной жизни. И она накурилась в травке и начала Ярика бить. Я не могу сказать другое слово, хотел сказать матом. Начала Ярика бить. Ярик пришел ко мне, попросил помощи моей. Я сначала не понял, думал, что это все шутка, все дела. Но на самом деле я потом понял, что это была не шутка. Она реально его била. Она его обзывала, материла. Она переходила на личности. Она вообще не контролировала свою речь, свои действия. Она и меня била, в том числе, когда я пытался ее взять, задержать, чтобы Ярик куда-то ушел. Чтобы Ярик ушел в отдельную комнату от нее, чтобы она его не трогала. Я пытался ее взять, и она меня била неоднократно. Она игралась возле моего лица ножом. Хотела много раз, так сказать, пырнуть, как она говорила. Угрожала всем, всем, кто жил на квартире. Она каждому угрожала, потому что она всех зарежет, всех перережет, всех перебьет. И это подтвердят абсолютно все съемочные, которые живут на квартире. Вика Шеремет неадекватный человек. И то, что она вам рассказывает, это полная ложь. Не слушайте ее, пожалуйста. Всем пока. Еще хотела добавить. Мы до последнего не хотели все, снимать эти видео, выкладывать куда-то. Но так как Стелла делает, мы будем делать точно так же. Да, у нас бывает такое, что крики, ссоры. Тетя Нона бывает на нас орет, но за что на нас орет? За что-то, по факту она на нас орет. Просто так никогда ничего такого не было. Тетя Нона общается очень хорошо со всеми. Но если человек косячит, его есть за что разъебать. Если человек тупит, его есть на что наворать. Когда была ситуация, когда были претензии ко мне, тетя Нона на меня очень сильно кричала. Из-за того, что Стелла напичкала меня всякими травами, таблетками. И я чуть не откинула кони. Тетя Нона, как здравомыслящий, здоровый и взрослый человек, конечно, она будет на меня орать, потому что она несет за меня ответственность. Доверенность на тетю Нону. Что она сказала бы моим родителям? Ребят, а также напишите в комментариях, кого вы поддерживаете. Лорен и Шона, и других ребят из Академии. Или все-таки вы поддерживаете Стеллу и Марио. Напишите, мне будет очень интересно почитать. И также другим ребятам будет очень интересно почитать. Конечно же, подписывайся, потому что здесь будет еще много крутых видео о конфликте. Ну и много крутых новостей о Ладе Диане. Всем пока-пока!